Всем привет, мои солнышки! С вами снова Марленес и добро пожаловать на мой канал! Ребят, я хочу вас всех поблагодарить, что подписываетесь, что смотрите, что комментируете. Мне это очень-очень приятно. От души большое человеческое спасибо! Ребят, сегодня я пробую впервые. Увидела... Вообще я много у мукбангеров видела вот это мороженое японское. Кто как его называет? Моджи, мочи. Но здесь написано мочи. Японское мороженое из рисовой муки с разными начинками, наполнителями. Я купила такой микс из разных вкусов, чтобы сразу попробовать все. Они, кстати, такие маленькие. Когда я смотрела видео с АССМР и других мукбангеров, мне казались они такие большие. Мне привезли коробочку. Я заказала в интернете, кстати, потому что в магазинах они не продаются. И я вам хочу сказать, не дешевое это удовольствие. Вот такая коробочка 1200 рублей стоит. И мне не терпится попробовать, но, естественно, вместе с вами. Давайте открывать. Покажу вам. Ой, какие они прикольные. Видно? Смотрите, какие хорошенькие. Смотрите, какие яркие. Вау, просто. Сейчас все красиво разложу и вернусь. Ну вот как-то так получилось. Здесь у нас ассорти из трех видов, получается. Вот это тройной шоколад. Желтенькое – это манго. Зелененькое – это зеленый чай. Ассорти из трех видов. Что, давайте начнем. Мне очень не терпится попробовать. Столько раз я смотрела это в видео других мукбангеров, что самое захотелось. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Поехали. Возьму зеленый чай. Он такой липкий, так липнет к пальцам. Ну что, поехали. Боже мой. Я вам хочу сказать, не врут они в видео. Это безумно вкусно. Я такое еще не пробовала никогда. Это как будто нежнейшее мороженое в рисовой бумаге. Очень вкусно. Это просто райское наслаждение. Вот рекламу Баунти видели? Райское наслаждение. Там врут. Вот это райское наслаждение. Просто нет слов. Японцы, какие же вы молодцы. Это три шоколада. Пробую. Очень похоже на наше шоколадное эскимо. Структура такая непонятная. Очень нежная. Это объедение. Это объедение. Вообще. Вообще не жалею, что заказала. Манго теперь хочу попробовать. Манго. 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 с кислинкой, блин, ребята, это неописуемо, просто восторг, восторг в квадрате, мне не описать этот вкус, это очень вкусно, я попробовала что-то бесподобное, просто очень вкусно, я не стану сегодня повторять, что это очень вкусно, очень необычно, кажется, я нашла свой любимый десерт на ближайшее лето, но все, попробовала, теперь я хочу с вами обсудить кое-что, мне написали один комментарий, и я бы хотела на него ответить, Айла Бархударли, нет, наверное, Айла Бархударли, напиши потом, как правильно, извини, если неправильно прочитала, вопрос был такой, как я отношусь к азербайджанцам? Ребят, ну неужели по мне не видно, как я отношусь, ну как я могу относиться положительно, у меня нет никакого негатива, кстати, я была удивлена, что меня оказывается смотрят из Азербайджана, аж 2% моих зрителей, поэтому чё оставила Азербайджан, я не политичный человек, я абсолютно нормально и открыто отношусь к каждой нации, более того, я считаю, что то, что происходит между двумя странами, это политика, политические вопросы, граждане, мирные жители, просто ни при чём, мы с вами ничего не решают, и вот самое интересное, что за пределами этих стран в Москве мы прекрасно сосуществуем, мы дружим, мы общаемся, мы ходим друг к другу на праздники, даже работаем вместе, там бизнесы у многих вместе, поэтому я абсолютно нормально отношусь, и не понимаю, как по, как вот так вот по нации можно сказать, вот я к этим плохо отношусь, а к этим нормально, ну для меня это непонятно. Вот знаете, приведу такой пример, моя мама детский врач, она работает в больнице для специальных деток, у неё очень много пациентов, азербайджанцев, бывает даже, что из Баку привозят, нет, так вот что ей сказать, когда приезжают оттуда, сказать, нет, между нашими странами там нехорошие отношения, я не буду вашего ребёнка лечить, да вы что, ну как такое возможно, и очень много благодарных людей оттуда, вы понимаете, как бы это объяснить, если человек добрый, если он открыт душой, хочет помогать, хочет мира, то мне кажется, не смотрят на нацию, ну как-то сумбурно у меня получилось выразить мои мысли, но поэтому у вас не должно возникать таких вопросов, глядя на меня, я абсолютно ко всем отношусь нормально, главное, какой человек в душе, и не важно, какой он наций, ну надеюсь, вы меня поняли и поняли мою позицию. И Айла, привет тебе большой, и спасибо, спасибо, что ты меня смотришь, они такие маленькие, но такие мимимишные, такие вкусные, боже. Ребята, ещё хотела с вами поговорить по поводу коронавируса, мне мои друзья с Европы, там с Франции, с Германии, с Испании присылают жуткие кадры, даже с Финляндии. Боже мой. Да, ребята, это теперь мой любимый десерт, знаете, что мне дарить на 8 марта? И так необычно прилипает к пальцам, к губам. В общем, какая у вас ситуация в вашем городе? Потому что в Москве я как-то не вижу всеобщей паники. Да, люди скупают больше продуктов, чем обычно, но я по продуктовым корзинам вижу. Ну, как-то такого, как в Европе, нету, чтобы закрывались магазины. У них там сейчас работают одни аптеки. Как-то дикие кадры. Боюсь, как бы до нас это не дошло. У всех паника. Шоколадный. Ребята, я вот без преувеличения, это самое вкусное, что я пробовала, наверное, за последние полгода. Зелёный чай. Либо, да? Что-то, да? Так. Последнее. Последнее. Покажу поближе. Такое мягенькое-мягенькое внутри. Не знаю, как это словами передать-то. Я надеюсь, у вас тоже что-то не менее вкусненькое. Как жаль. Такая вкусняшка закончилась. Но мне надо пойти заказать еще. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Я надеюсь, вам было так же вкусно, бесподобно вкусно, как и мне. Увидимся с вами в следующих видео. Я вас люблю. Всем пока-пока.